Теоретический курс Теоретический курс включает в себя несколько дисциплин, которые изучаются учащимися, а дальше задаются на экзамене. Это, прежде всего, курс правил дорожного движения, это основы безопасности дорожного движения, дальше психология, с точки зрения именно дороги, как себя вести на дороге и так далее, медицинские вопросы, которые требуются для оказания первой помощи, ну и устройство транспортного средства, также перевозки, пассажирские, грузоперевозки. Ну, на самом деле, сейчас настолько современные машины, что многие открывают капот и закрывают его, но ученик должен четко понимать связь между, я залил некую жидкость, пусть это будет бензин или дизельное топливо, и дальше у меня начали крутиться колеса. То есть, вот чтобы эта связь четко была учениками как бы отслежена, чтобы они понимали, тогда им проще управлять транспортным средством, не ломая это самое транспортное средство. Это самое основное, что нужно знать. Ну, конечно, какие-то моменты, которые минимально, да, они могут на месте починить, да, как бы что-то сделать, но в основном, конечно, сейчас такие машины, что все в сервис. Теоретический курс идет в зависимости от программы, которую выбирают учащиеся на обучение. То есть, существует переподготовка, предположим, существует первоначальная подготовка. Первоначальная подготовка, когда человек приходит с нуля, да, примерно, если это B-категория, то это где-то там от 2,5 до 3,5, а то иногда 4 месяцев, да. Если это переподготовка с одной категории на другую, то в зависимости от категории, да, где-то там, ну, так же, опять же, от 2,5 до 3 месяцев примерно так длится обучение. При сдаче экзаменов чаще всего ученики совершают ошибки, связанные с внешними световыми приборами, почему-то они трудно боятся. Дальше ученики совершают часто очень ошибки на регулировщике, потому что, скорее всего, его практически нет в городе, и они не видят это применение на практике. И, соответственно, как бы только в теории это идет тема, да, очень часто совершают ошибки, касающиеся проезда перекрестков, как ни странно, да, но и дорожные знаки, которые они тоже плохо запоминают. Для того, чтобы лучше сдать экзамен по ПДД, нужно прежде всего изучать не билеты, а именно правила дорожного движения. И, естественно, уже при изучении правил изучать определенные вопросы по билетам, которые конкретно с этими правилами связаны. То есть, вот, предположим, они изучили основные положения, общие положения, понятия термины, обязанности, и дальше им нужно прорешать все вопросы, связанные с этими терминами, потому что в экзаменационных билетах каждый вопрос посвящен определенной теме. Вот он тему изучил, прорешал все вопросы, связанные с этой темой, следующую тему изучил, следующие вопросы прорешал. И таким образом он пройдет все 800 вопросов, изучив абсолютно все темы, да. Естественно, кто-то лучше воспринимает информацию в бумажном виде, кто-то лучше воспринимает в электронном виде, да. Ну, молодежь в основном в электронном, люди уже немножко в возрасте, тем проще на бумаге, да, решать. Как бы, поэтому существует масса приложений и в интернете, да, как бы, которые закачиваются на телефон, они их скачивают, тренируются, решают, да. Но когда только приложение, это не приносит результата, потому что это, ну, вот просто запоминание. Им нужно именно выучить правила дорожного движения и только с этой точки зрения уже потом, зная правила, решать эти самые билеты. При решении билетов тут есть несколько методов, чтобы решить. Вот, например, человек прочитал задание, просмотрел картинку, мысленно в голове он может сформулировать ответ на этот вопрос, а дальше сравнить свой ответ с тем, что предложено в этих вариантах. Если один из ответов совпал, значит, скорее всего, он и есть правильный. Если ничего не совпало, ну, тут уже надо, значит, читать правильно предложенные варианты, ну, и пытаться вспоминать, как оно есть. Ну, в основном готовят хорошо, да, то есть очень многие сдают с первого раза. Кто не занимается или часто трудности возникают у людей иностранцев, то есть тот, кто не носитель русского языка, им просто сложно воспринимать вопросы, особенно вопросы без картинок. То есть когда только текст написан, да, и нет картинок, вот это самое сложное. Ну, да, в общем-то, пересдают, но пересдают кто с первого, кто со второго, иногда, к сожалению, с семнадцатого раза. Достаточно много приходит людей, кто, например, уже имеет в своем государстве водительское удостоверение, по каким-то причинам оно не подлежит замене, да, им приходится здесь заново учиться и сдавать экзамены. Вот, соответственно, они учат, как бы, эти билеты заново, учат правила, ну, и еще иногда язык вместе с правилами учат одновременно. Ну, вот основные лайфхаки, которые можно сказать, это именно учить, учить и еще раз учить. Тут, как бы, к сожалению, есть вопросы на логику, да, есть, но есть очень много вопросов, которые нужно именно знать. Без знаний ты на эти вопросы, ну, вообще никак не ответишь. Поэтому просто нужно, вот, как я всегда говорю, если, например, вы используете приложение при решении экзаменационных билетов, то вы смотрите свою статистику, если вы видите, что вы, например, всегда в семнадцатых вопросах совершаете ошибку. Это тема, внешние световые приборы, буксировка там иногда, да, используется. Соответственно, значит, учите конкретно эту тему и ее прорешивайте. То есть, вот, я считаю, что, и, как бы, лучше всего, да, учить это именно сначала по темам, а потом уже все вместе общее. И тогда все будет хорошо и все сдадут экзамен.